Всем привет, с вами Кузенька. Котлеты, сосиски, пельмени обожаю. Посетитель не дождался заказа. Электрика здесь, конечно, находится в состоянии близком к противозачаточному. Зачем такая жизнь, если не с кем ее разделить? А что я женскую попку снимаю? Я люблю мою тещу, все такое. Вот он, я! А нет, плоскожопик. Серегина школа называется. Нет, я понимаю, что на Америку надо насрать иногда, но... У меня изначально вся мысль была для того, чтобы приехать сюда, полюбоваться на красоту мужских тел. К тому же он там ножки красиво бегает. Пропускайте меня все, мелкочленные. Но в какую попку я вчера тут застрял? Заграничный мальчик Лев Троцкий. Мне, например, никогда не везло устроить свидание в четверг. Те, кто продлевукает, тоже не поймут. Всем привет, с вами Балканский Бонж. И сегодня у меня на канале Воскресный Волк. Но не просто Воскресный Волк. Вы увидите, что видят трак-драйверы на дороге к Лос-Анджелесу. Вы увидите, что бывает с американцем, приехавшим в Тихуану. И как мигранты неудачно перелезают стену на границе. Смотрим. Так, всем добрый день. С вами Воскресный Волк. Зубами щелк, носом шмык. Вот так. Объясняю почему. Потому что я, как вы видите, еду сейчас один. В таком жутком гордом одиночестве. Не так, чтобы я вообще всегда ездил с кем-то. Но вот, скажем так, последние... Начиная с моего дня рождения. Как правило, у меня рядом сидел спутник мой. Тот, про которого наш уважаемый хост... Ух ты, а мне кто-то сообщение прислал. А, еще помер. Вот реклама сыпется. Предлагает купить коноплянную хренатинь. А на кой хрен она мне нужна? Я помню, как-то случайно... Ну, как случайно? Случайно такие вещи, конечно, не случаются. Приехал один типус. Только-только пересек границу. Оседаем недалеко от меня. Едем, вдруг я показываю. Смотри, вон магазин с марихуаной продает. Он говорит, ух, как интересно. Но для человека, живущего в России, марихуана это нелегально, это сложно. Вообще, как это так? Чтобы можно было так вот прийти спокойно и купить. Так, чтобы меня лучше было слышно, я сейчас просто переложу телефон вот так. Я просто буду ехать и снимать. Я думаю, так даже будет интереснее. Вон тут мимо меня обгоняют какие-то таратайки. В общем, едем, жужжим, думаем. Так вот. Я, в общем, я говорю, ну, а что тут такого? Давай зайдем, посмотрим. Он говорит, а меня пустят? Я говорю, ну, это магазин. Почему не пустят? О, нефтесоска. У нас тут, оказывается... Я, когда в Калифорнии впервые приехал, я так удивился, у нас, оказывается, нефтесоски есть. О, ну, я подъезжаю сейчас, проезжаю, точнее, поселок под названием Бейкерсфилд, а он известен сами нефтесосками. Там дальше, вон туда, вот к тем Гаран, есть целые поля. Я так мечтаю вот купить бы одну вот такую вот, одну маленькую вот такую нефтесоску. И все, это можно было бы обеспечить себя, детей и внуков. Ну, впрочем, ни того, ни другого у меня нет. Но чисто теоретически, самого себя можно было бы обеспечить на пару поколений в будущее. И не беспокоиться ни о чем. Это, грубо говоря, гарантированный доход тысячи баксов в день. Мечты, мечты. Я, конечно, хорохорюсь, что мне деньги не нужны и все такое. Но, знаете, без денег жить тоже сложно. Я не настолько большой альтруист. Так, сделаем вот так. Так даже будет интереснее, что у нас там. Ой, что-то мы медленно едем. В общем, заходим в магазин. А там огромнейший выбор. Надо было видеть глаза этого человека. Поскольку он мне не давал согласия разглажать ни его имя, ни того, где, в каком городе. Это все происходило. Поэтому просто назовем его типус. В общем, я так называю всех людей. Это как на английском я могу назвать кого-нибудь. Суиди, Хани, Барбериан, Мамстер. Вообще всех людей называю. Ну, например, человека, который мне больше всего нравится, я его называю чертяка. Потому что он доводит меня до белого коленя. Ветер в голове, ежик в зопе. Ну, ладно, это не так важно. В общем, ходим в магазин. А там же не только курящие эти всякие прибамбасики. Там еще и продавали всякие съедобности. Типа там конфеток, котлеток, сладостей всяких. Как говорится, с карамелькой за щекой пососать. Прекрасно. В общем, решили взять мармеладки. Они маленькие-маленькие. Там миллиметров 5 на 5 на 10. Вот кубик такой. Параллелепипед. Ну, что я думаю, ну, мало ли, кажется, ну, что будет с одной моим маленькой, вот такой малюсенькой мармеладки. Она меньше ногтя. Он так кусочек откусывает. Причем маленькие я тоже еще меньше кусаю. Потому что я знаю, я вообще не сладкоежка. В отличие от распространенного мнения, я к сладкому равнодушен. Хотя, так, это я сейчас хочу заехать, заправиться на всякий случай. Сейчас к Лос-Анджелесу подъезжаем. Надо бы бензина залить. Ну, и что, я откусил нормально. Где-то мы час гуляли по парку, а его где-то через 20 минут начало накрывать. И он говорит, ой, что-то мне плохо стало. Ой, что-то не то. Ой, наверное, у меня инфаркт. Ой, у меня отмерзают конечности. Ой, смотри, у меня цвет кожи поменялся. Ой, что у меня такое. Две минуты спокойно, потом опять начинает. И по кругу, по кругу, по кругу. Я его был готов вообще просто оставить. Думаю, черт бы его побрал. Ну, кой, че, так, ага, так, ну, че. Они изобретали дорог, они все такие широкие. Я бензину хочу. Так, у меня, в принципе-то, бензина-то хватает, но... Кстати, я же еду сегодня в Стихуану. Надо же показать нашим зрителям. Так, что тут, где он за хрень такая тут? О, на дженнисон. На ветровом стекле у меня что-то было прилеплено. Три недели уже на эту тратайке езжу, а только сейчас обнаружил кусочки грязи. Говорит о том, насколько я невнимательный. Вообще, внимание к мелочам, это никогда не было моей сильной стороной. Я никогда не смогу быть нормальным инспектором, ни в какой профессии. Потому что я буду пропускать, по меньшей мере, половину всех недостатков. Так, ну шо они тупят, да? Вот шо им всем дома не сиделось? Сегодня пятница, к тому же черная пятница. В этот день вообще полагается... Ты куда лезешь? Сволочь ты, не до... Блин. Лоб в лоб. Что вот... Что ему там надо было? Так, заправляемся. Интересно, продолжать снимать, как я заправляюсь или не заправлять? Интересно, это мужчина... А, нет, это женщина. Нет, мужчина бы она... Тоже была бы некрасивой. Так. Ой-ой-ой. А че я так далеко прикрывался? Ух ты. Ага, и кардридер не работает. Так, ладно. Они тут везде не работают или только здесь не работают? Тогда отъезжаем в другое место. На этой бензилке свет клином не сошелся. По крайней мере, на этом насосе. Так. В общем, типа с этого накрыло изрядно. Он меня довел тогда до сумасшествия этими своими придирками. Причем он так вот концентрируется на своем здоровье, как будто он вот-вот сейчас вот скапуцинится. Я ему говорю, да, сядь-то, поддохни, посиди, что ты там лезешь, что... Нет, Джон, ой, у меня вот это все... Вот это не так. Ой, я, наверное, помираю. Ой, это что-то не так. Да зачем я эту штучку съел? И тут я чувствую, что и уже и меня начинает накрывать. Ой. Так, а сколько тут бензин стоит? У нас бензин тут обычный стоит... Ой, елки, ну и цены тут... Ладно, мне все равно не полный бак сын-то заливать. Так. Это я в кошельке роюсь. Ах, кошельке пусто, как у меня в голове. Вот, чего я там планирую найти? Так, и вверх. Так, процесс. Ну да, ну дебет, ну да. Так, пин я не показываю на вас. А то вы еще увидите. А мне тут свои секреты как-то не хочется разглашать. Так, ага. Ой, в Калифорнии запах особый. Пусть даже прохладно. Сегодня, кстати, что-то холодно. Вот в Калифорнии всегда у меня социироваться с теплом, пальмами и всем прочим. Фигня. Тут прохладно. И он даже в кофте. Так, я что, не открыл, что ли, еще? Нет, не открыл. Ой. Так. Заправляемся, заправляемся. Это моя физиономия. Кстати, секрет хотите? Когда заправляете, всегда ставьте... А, ну вот этот шланг еще ничего, просто резиновый. А если, знаете, бывает такой толстый, гофрированный, у него внутри стоит пылесос в самом насосе. Поэтому, когда люди заправляются, в основном с большим потоком, то часть капель так или иначе пылесосом всасывается обратно. И, в общем, если хотите, чтобы больше бензина было, заливалось, то на самую-самую медленную скорость ставьте. Что, это все, что ли? Не, ну я понимаю, что у меня мало... Я же только что заправился. Поэтому ставьте на самую-самую медленную скорость заправки. Да, я понимаю, будет раздражать, что много времени проводит, что, мол, там сзади может быть очередь. Ну, какая сволочь тебя заставляет пищать, а? Вот сидел бы дома сейчас. Вот что тебя черти несут? Тем более, что тракер рабочий. Мог бы и меня взять на работу. Вдруг тебе электрик нужен? А я тебе проводку бы там где-нибудь сделал бы, потянил бы. Кучу денег бы с тебя бы взял. Поездку бы оплатил. Сейчас кто-нибудь из зрителей мне скажет, жри да не капай. Так. Я вот как-то машинально так уже нашел на кнопку «ЕС». Думал, что мне чек вызадут. А на самом деле я тогда подписался на автомойку. Из меня что-то 25 баксов дополнительно взяли. А я этого не знал. И потом уже понял, что что-то какая-то слишком высокая оплата пришла через банк. Смотрю, 25 баксов за автомойку. Лишний раз я упоминаю, что я потрясающе невнимательный. Так. Так, 60 миль мы приехали. Сколько мы там заправили? А сколько мы заправили? Сколько? Три галлона. Почти. Что-то у меня расход бензина вырос тут. Ну, что-то странно. Что такое 20 миль на галлон? Вчера было 25. Ехал нормально. Что вот у меня с машиной приключилось такое, а? Тратайка моя. Ненаглядная. В общем, мы тогда с этим типусом сидим. И я вдруг чувствую, что и меня уже начинает накрывать. Потому что, хотя я вроде бы, ну да, я же меньше откусил. А он там примерно четвертинку съел. А я половинку, одну шестую, в общем, укусил. Так, чуть-чуть маленький. Там, ну, представьте, вот кусочек 5 на 5 мм пластинкой, ну и толщиной миллиметр два. Блин, как же, какое дебильное чувство. У меня вот обзор зрения вот так вот скокожился. Вот представьте, что вот вдруг вот такой вот вид стал. Непонятно чего. Вместо вот широкого обзора я еду, с трудом конструируюсь. То есть мое внимание вот буквально вот в виде овала, вот где вот на горизонте дорога скрывается и все. Что по сторонам происходит, я не знаю. Я уже не помню, как это, я его сбрасываю около этого хостела. И чувствую, что я даже выходить не хочу, потому что меня будет шатать. Этот идет, его тоже по улице там шатает. Каким-то чудом он все-таки, по-моему, тогда смог вселиться, хотя тоже придирались к нему. А я еду и уже думаю, так, ой, доехать бы домой, доехать бы домой. Потом как-то отключаюсь и опять прихожу в себя, думаю, надо бы заправиться. А у меня вот навигатор, если посмотреть, вот он синий полосой у меня отражает все места, где я ехал. И вот я помню, на следующий день смотрю, у меня вот эта вот синяя полоса отражена, как будто паутина под влиянием ЛСД пытался паутину сплить. По всему городу, туда-сюда, туда-сюда, как-то вот хаотично ехал. Это как я мог вот так вот заблудиться? Город, в котором я живу, черти сколько уже. Это был ужас. И в какой-то момент, я помню, что сижу в Макдональдсе за столиком, думаю, только бы никто не заметил мое состояние. А сам беру крошки, со стола подбираю и ем. В общем, ребята, когда будете брать вот эти вот съедобные хренотени марихуановские, будьте осторожны, потому что никогда не знаешь, что может, какой эффект эта хрень произведет. Так, перевал. Ой, помню, кстати, сегодня же день благодарения. Я помню, в 18-м году приезжала ко мне теща. Ну, нет, ранее сказать, свекровь, потому что мать мужа даже тогда не может, все, он и женит был. Вот он сам в Омске живет. Сколько лет подряд к нему ездил, каждый раз приезжая на три месяца, ну, все было прекрасно. Вот только он почему-то отказался ехать в Штаты. Его величество, видите ли, Омск милее, чем Штаты, там, Фортланд и Сиэтл. До сих пор не могу понять. Ну, не захотел, так не захотел. А его мама спокойно берет самолет и летит. Но у нее было единственное условие, что прямой перелет, чтобы без пересадок, поскольку английского языка она не знает. И я поэтому всегда ездил в Лос-Анджелес в аэропорт забирать ее. Каждый раз, помню, первый раз она приезжала, я так волновался. За час приехал, когда самолет уже только приземлился. Там же там уже надо проходить все это время. Вот я, помню, стоял, ждал, ждал, ждал. Мы еще с другом стояли, он тоже. Ну, радости были, была полная машина. Когда вот так вот человек приезжает. Интересно же, когда кто-то свежий приезжает из России, там сразу рассказываете, рассказываете, какие дела, как там сейчас в России, что там происходит, что новое. Ну, в общем, когда она уже, по-моему, третий или четвертый раз приезжала, вот как раз совпало на День Благодарения. Мы прекрасно прогадились. Вот обычно от Лос-Анджелеса, вот по этой дороге едем до Сиэтла, там несколько дней проводим, потихоньку возвращаемся обратно. Такое вот обычное развлекательное путешествие. По пути, естественно, заезжаем куда угодно. От океана до Аризоны и Лас-Вегаса. Ой, как ей Лас-Вегас понравился. Я вообще всегда говорил, что Лас-Вегас – это, в принципе, Диснейленд для взрослых. Там вот есть венецианский отель. Тоже сделан, действительно, как Венеция. У нее ощущение было, что от мешком с песком по голове. Бух! И до сих пор рассматриваем фотографии, у нее такое словилое выражение лица. Это как? Это что? Это… Ну, представьте, Омск. И вдруг Лас-Вегас. Хотя вот среди моих друзей есть человек, кстати, тоже из Омска. И тоже вот он приехал, перешел через границу. Из детеншина летел в Сиэтл с пересадкой в Лас-Вегасе. А мне-то Лас-Вегас-то знакомый. Я ему говорю, ну, выходи из аэропорта, там налево, там два квартала проходишь, и там направо, возле МГМ Грант, где Нью-Йорк, Нью-Йорк, отель. Это, да, вот иди в сторону, этот Сизерс Палас. И вот он рассказывает, он ходил вот среди ночи, уставший, все, но довольный. Ну, вот как вот описать, вот человек, который провел всю жизнь в Омске, вдруг приезжает, ну, перелез через забор, сидел два месяца в детеншине, и вдруг Лас-Вегас. Вот после этого, вот, какие ощущения должны быть у человека в такой ситуации? Так, поехали в гору. Перестройская направо, точно, медленно еду. Ну, в общем, с Ниной, когда мы отъездили, вот тогда, возвращаемся. Остановились в гостинице в Бейкерсфилде. И так, думаю, ну, самолет на следующий день, там, в 4 вечера он вылетает, значит, на посадку в аэропорт надо в 2 часа дня. Ну, как раз вот встанем, где-то часов в 9-10 выйдем, успеем позавтракать, поедем. Выходим из гостиницы, и тоже вот такая вот немножко пасмурная погода. Подъезжаем к подножью вот этого перевала, пасмурная погода, смотрим, начинает дождик накрапывать. И чем дальше едем, тем дождь сильнее, 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 и вдруг, бах, он в какой-то момент сменяется снегом. Ну, Лос-Анджелес, Калифорния и снег. Вот как? Так, ну-ка, пропускайте меня все мелкочленные, мне тут грызовики обгонять надо. Вот как? Вот Калифорния и снег – это две вещи, которые вот ни у кого в голове вот в одном предложении не должны стоять. И вот тут мы застреваем в снегу. Образуется пробка. На противоположной стороне сначала чуть-чуть по одной-две машины вроде как ехали, а потом пусто. И, в общем, мы стоим, 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 ждем, ждем. А я так смотрю на часы и думаю, так, 11 часов дня, полдвенадцатого, и думаю, так, надо бы побыстрее поехать. Спрашиваю там у людей, кто как-то знает, что, ну, кто говорит, там вроде бы должен сейчас рассосаться, вроде бы должна пробка поехать. И я вот так вот потихоньку-потихоньку пытаюсь маневрами отойти в сторону и спрашиваю, вижу полицейский след. Он говорит, ну, там сейчас перевал закрыт, расчищают снег, сами видите, тут погода какая. А я, как назло, в тапочках. Я и сейчас не так, чтобы в зимних ботинках еду. Ну, а тогда вообще были такие вот легкие-легкие, такие типа вьетнамки. Ну, что, Калифорния, думаю, какая разница. За одну, мол, думаю, по загорающему. И пока пытался про маневрировать, потому что я был вот на второй слева полосе, а там же еще две или три полосы, чтобы проехать. Потихоньку пытаюсь маневрировать. Ну, смотрю, люди тоже съезжают с автострады. И полицейский говорит еще, ну, вот, вот здесь вот гостиница есть, там кафетерий, есть пара ресторанных, посидите спокойно, попейте кофе. Там вот даже вот в кафе камин есть. Просто наслаждайтесь экзотикой. Я так смотрю, рядом стоит автобус. Он открыл дверь, и туристы такие радостные выходят, снежки начинают играть, такие довольные. Ой, какая экзотика. Я просто этим вот заметил, что вот автобус не рейсовый, а такой, ну, типа заказной. В советское время их называют, такие вот эгарусы для иностранцев были. В общем, этим он меня, этот автобус просто привлек внимание, такие с темными стеклами, как у пляжных очков, у солнечных. И люди такие довольные играют в снежки. А я так смотрю на часы, думаю, так, время подходит, надо бы выехать. Я спрашиваю полицейскую, а если мы поедем не направо, в сторону ресторана, кафе и прочего, а налево развернемся и обратно пойдем. Он говорит, ну, пожалуйста, только осторожно езжайте. И вот мы по противоположной стороне ехали, съезжаем. Я впервые по этой дороге ехал один. Моя единственная машина была, которая ехала ни спереди, ни сзади, никого не было в ту сторону. На противоположной стороне тоже, тут видно же. В смысле, не видно было противоположную сторону. А на той дороге, да, вот мы спускаемся, и вот по карте уже так смотрю, думаю, сейчас вот будем объезжать через Санта-Барбару. Поехали. А чтобы туда доехать, надо тоже еще один перевал преодолеть. Ну, там более извилистая дорога, как я люблю назвать, змеевидная дорога. Вот мы едем, а еще это облака, которые низко в горах висят, вроде как туман. Справа, слева ничего не видно, впереди меня тоже как туман белый. Вот впереди вот машина вот эта серебристая, вот этот предел видимости у меня был. А дорога это не так, что вот такая прямая, она такая извилистая, я говорю, змеевидная. И Нина потом рассказывает, что в какой-то момент я чертогнулся и говорю, да когда эти горы уже закончатся? А я не помню. У меня, видать, такой тоже стресс, потому что, ну, надо человека в аэропорт доставить. У меня же сразу мысли. Если ее оставить, это значит, надо будет где-то гостиницу брать, это надо будет перезаказывать билет на самолет на следующий рейс, а это дополнительные расходы. Нет, don't take me wrong, я люблю мою тещу, все такое. Но лишние расходы на себя брать мне как-то не хотелось. Даже все-таки украинских еврейских корней, поэтому для меня лишний доллар потратить, это, ну, скажем так, как ежика против шерсти погладить. Это кактус против колючек, вот. В общем, едем, 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 и кое-как. Я помню, там летели на машине ограничения. Тут в Калифорнии вообще скорость высокая, везде там, хоть ограничение стоит, там 60-65 миль в час. А я еду под 90 миль в час, пару раз, там до 100 миль в час разогнался. Благо, у нас было двое в машине, мы на Карпул Лейн стоим. Я понимаю, что я вот-вот застряну на 405-м фривей, там, а там знаменит своими пробками. Благо, Карпул Лейн взяли вот это с ромбиком и едем. Прямо гонка была просто сумасшедшая. Мы влетаем на парковку в аэропорту бегом. И вот этот бег напоминал уже как будто мы... Помните, вот Титаник? И там герой Ди Каприо с этим, с Фабрицио бежали, мол, последний пассажир, и мы пассажиры, там уже сход не убирают, они кричат, пассажир, пассажир, и последний просто влетают. И вот и мы так же, вот такой же гонкой. Я помню, через какие-то чемоданы там перепригал чьи-то, кто-то там на меня вроде сзади ругается, чертыхается. А я там просто кричу, извините. И так это... Я уже там чувствую, что у вас уже мой голос где-то застревает сзади меня. В общем, быстрее голоса бежал. Но кое-кое как успели на регистрацию, там уже стойка погасла. Смотрю, все-таки еще одна женщина копошится. Я говорю, вы из аэрофлота? Она говорит, да, последний пассажир. Она говорит, ой, хорошо, что вы успели. Я как раз только-только-только вот-вот уже кнопка собиралась нажать, все закрыть. Зарегистрировалась, и все. И тогда успокоились. Я уже не спеша выхожу из аэропорта, иду в сторону парковки. Вдруг смотрю, останавливается знакомый автобус с темными очками, с темными стеклами. И оттуда выходят грустные-грустные-грустные пассажиры. То есть явно вот в этот момент, конечно, перевал расчистили, они подъехали, но буквально вот на несколько минут позже, чем мы. И это было на них вот с одной стороны, конечно, забавно смотреть, что какая вселецкая грусть у них в глазах отражалась. Даже у меня такая грусти не бывает, когда мне предстоят большие расходы финансовые, непредвиденные. А у них, вот они обошли меня в этом смысле. И вот я, по-моему, не возвращаюсь. И, главное, обратно еду, этот же самый перевал. Вот, кстати, вот эта вот гостиница, вот этот вот эксит. Вот я вот здесь вот стоял, и вот потихоньку-потихоньку вот с этой полосы вправо сдаю, и вот на вот этот эксит выезжаю. И вот представьте, вот все в снегу. Снегопад, снег везде лежит скользкий, а у меня же еще и летняя резина. Американцы вообще не знают, что бывает резина разных сезонов. Так, опять в горы пошли, да что такое? И вот тут развернулись и поехали. Это было замечательно. Вот эта вот гонка сумасшедшая по горам, а потом под 100 миль в час ехать по 101-го до 405-го. И мы это было вообще-то. И, главное, проезжаем Санта-Барбару. Я говорю, так, а мы с Санта-Барбару приезжаем. Нина даже не отрегивала. Ее сейчас вот спросить, она даже не вспомнит, что мы Санта-Барбару проехали. А для любого русского человека, к тому же еще старшего поколения, само название Санта-Барбара, это... О-о-о-о, Санта-Барбара. В общем, прокатились. Так, да. Так. О чем бы еще рассказать? Что, я тут всего 26 минут наговорил? А, столько же времени, сколько я по гастрономию ходил. Вообще, люди могут, конечно, удивиться. Сейчас вот я еду в Тихуану, в Калифорнию. Ровно неделю назад мы были в Айдахо, в Монтане. Потом в прошлые выходные мы были в Канаде. Я же у себя тоже на канале тоже выложил этот снег, горы, замерзшее озеро, там, где я еще Маршака читал. По памяти, между прочим. Вот это вот унесла мышонка кошки и поет. Не бойся, кошка. Что, в детстве стишки разучивали, что-то в памяти осталось. Правильно говорят. Вот чем старше становишься, тем легче забываешь, что было вчера, но то, что было 50 лет назад в детстве, будешь помнить до мельчайших подробностей. Это действительно так. Нет, я, конечно, начинаю забывать многие вещи, но все-таки помню. Ну и вот сейчас вот еду в Тихуану. Значит, приезжаю домой в понедельник. Я канадскую границу прошел вообще элементарно. Я больше ехал по территории таможни в машине, чем разговор с таможником был. Подаю ему паспорт и говорю, ну, еду домой. Он спрашивает, где живете? Так, лазер у меня засекли. Ну, ладно. Так. А, ну да, в принципе же пятница. Это в четверг вечера можно ехать по дороге и гонять. Потому что по четвергам обычно как-то стоит троперс. Дорожная полиция, она бездействует. Сам удивляюсь, почему так. А вот в турник после обеда это легче всего нарваться. Ну и потом, естественно, праздники. В праздниках усиленные патрули на дорогах. Поэтому, если кто ездит, в четверг проще ездить. Ну и четверг вообще-то самый скучный день. Вот мне, например, никогда не везло устроить свидание в четверг. Самый такой скучный день. В барах тоже всегда пусто. А во вторник ничего. Это вот те, кто отгулял на выходные и чуть-чуть больше выпил, чем надо, и нужно догнаться. Вот как раз вторник самый лучший день, чтобы чуть-чуть догнаться, чуть-чуть больше выпить и праздновать вторник. Как говорится, выходные давно закончились, следующие еще не думают начинаться, а выпить хочется. И повеселиться тоже. К четвергу устают уже люди на работе, и им уже не до баров, и вообще не до чего. Ну, в общем, я что-то подумал, вот этот день благодарения. Вот, честное слово, ненавижу их в празднике. Вот, мне было 22 года, вот, я же студентом первый год учился. Да, когда студенты нормально там еще вместе тусовались, праздновали там, ну, тоже. Ну, представьте, вот первый год, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это первая череда всех этих праздников. Хэллоуин, день благодарения, Рождество, Новый год. Ну, да. Тогда еще можно было с кем-то праздновать. А вот на второй год я стал замечать, что у каждого только одно на уме. Там, поехать домой куда-нибудь там с родными, с родителями, бабушки, дедушки, тети, дяди, всякие там. У некоторых дети, у некоторых жены, что угодно. Но вот я по приоритету всегда оказывался в такой жопе у всех. Причем в некоторых случаях, конечно, фигурально. Ну, вот это чувство, когда тебя оставляют одного, и когда вот, вот как Золушка был готов. Вот пойти полюбоваться сквозь окна во дворце, как люди там внутри веселятся, танцуют, едят. И также я вот ходил по улицам, смотрю, вот ресторан, там все прекрасно убранное, там люди сидят, там развлекаются. А я что? Во-первых, денег нет на вольности. У меня вообще тогда родители... Мы же в семье никогда в ресторанах не праздновали, там, по-моему, родители единственный раз в жизни в ресторане были только на день свадьбы, когда у них было ресторан. Да ты что? Это там пьяные. Ой, это там плохому научат. А ресторан, это значит, там будут карты, там домино, это же плохо, это же... Нет, ни в коем случае. Ну, а так вот у меня вот установка за всю жизнь не привели, что в ресторанах нельзя. Тем более в одиночку, ну че, идти тратиться эти от 5 до 25 баксов на одного, ну, я лучше пойду дома из кастрюльки что-нибудь сам себе сварганю да поем. Тут же это пойти в ресторан, это надо с кем-то. А вот этот кто-то всегда уезжали и оставляли меня за бортом. И вот это чувство непричастности ко всему этому празднику у меня так засело, и я так ненавижу сейчас эти праздники. Вы привыкайте к этому. Когда вы отэмигрируете, я же что, знаешь ли, говорю, что нас здесь никто не ждет, мы никому не нужны, и все мы тут сами по себе. Впрочем, отсюда и не гонят особо. Раз уж отказался здесь, как говорится, меня не гонят, это плюс. Ну и не слышат, это минус. И никому и не нужен. Вот с тех вот пор, вот у меня самое большое желание, это обрести друга, с которым можно было вот так вот на празднике ходить по ресторанам и просто праздновать вот эти все Дни Благодарения и прочее. А с другой стороны День Благодарения, это традиционная еда, это индюшка, плюс еще какие-то там овощи, плюс эти клюквенные соусы, все такое, что я в принципе не люблю есть. У меня странные диетические предпочтения в гастрономическом смысле. Я, например, не могу есть мясо. То есть не так, чтобы я был вегетарианцем, там мясной бульон, там все такое, конечно, с удовольствием съем. Ну вот если мясо кусочками, даже если просто в виде тушенки, никак, то у меня горло сжимается и все, с детства не получается. Тут даже постоянно шучу, I'm the first gay man who chokes on a whole meat. Ну, спикающие поймут смысл шутки. Ну, ничего не могу поделать. Вот главное, котлеты, сосиски, пельмени обожаю, ем за лопа уха. А вот просто мясо, даже это вот говорят, ну это же курица, ну что ты, или там это индюшка. Нет, вот не получается все. И поэтому вот эти вот блюда, я же даже не могу насладиться этими блюдами. Потому что иногда бывает, что приглашают, вот и говорят, ой, у нас тут такой обед, столько приготовили. А я смотрю, из того целиком длиннющего, кроме вашего стола, там одна-две маленькие вазочки с какими-нибудь вещами, которые я могу поклевать, я только это могу есть. А все остальное, ну, не люблю. Типа там сало, холодец, и какая гадость. И поэтому, аналогично вот с Рождеством. То есть вот я вот ненавижу праздники. И сейчас начал, плюс еще, начал когда самостоятельно работать, вот эта череда праздников означает, люди празднуют, замыкаются сами на себя, и уже и как электрики им не нужен. Ну, кто будет переделывать кухню, когда тут такие праздники, когда столько готовить надо? Тут наоборот, вот в начале осени хотят, вот тут к праздникам надо закончить переделку, там, да, с леской заказов бывает. А тут ни работы, ни друзей, никакого интереса, ничего. И вот эта вот пустота и одиночество меня просто бесит. В общем, вот с такими чувствами. Да еще к тому же, когда Серега улетел на Кубу, остался один, приезжаю домой, и я понимаю, что мне дома сидеть совсем не хочется. Мне хватило 20 минут, чтобы сообразить, что, во-первых, на Кубу я не смогу полететь. Нет, была бы возможность, я бы улетел бы. И не только на Кубу. Но, увы, русский паспорт у меня давным-давно закончился. Американский паспорт, все, на что мне годится, это вот в Канаду и в Мексику съездить. Я так думаю, ну, приехал из Канады, 12 часов пробыл дома, прыгнул в машину и поехал вот дальше на юг. Сейчас вот думаю, приеду в Тихуану, буду тусить. Специально, главное, дал всем, со всеми, с кем это общался. А мне же часто просят это, быть поручителем. Ну, я вот с кем более-менее разговоры поддерживаю, я всем написал, что да, вот я сегодня после обеда буду в Тихуане, не хотите, мол, развиртуализироваться. Из десятка двух человек только один согласился. Все остальные, ой, да я сейчас не в Тихуане, ой, да я за тысячу миль от Тихуаны, ой, да я в другом городе. Остальные просто не ответили. Вот черти. И на кой черт за них тогда поручаться? Они что думают, мне просто так, что ли, поручиться? Мне дружба нужна, общение интересно. Не в том смысле, что я хочу кому-то там в штаны залезть. Это как раз я не хочу. У меня есть человек для этого, который лучше, достойнее, красивее. И вообще, ну, это уже так, мысли вслух. Так что вот, еду в Тихуан. Зачем, я сам не знаю. Даже не в смысле, что я еду именно в Тихуан. Я с тем же успехом мог поехать в Аризону и полюбоваться на кактусы. А просто не хочу сидеть дома. У меня уже, конечно, тут бывшая тещина тоже сейчас вот с ней пообщались. Она говорит, ну, какого черта ты едешь? Сидел бы нормально бы, катался бы на велосипеде бы. Лучше бы те же деньги потратил бы, сходил бы в ресторан. Я вот не хочу. Такая тоска берет, когда домой приезжаю. Вообще, вот это вот мещанское, обывательское существование мне начинает потихоньку действовать на мозге. Зачем такая жизнь, если не с кем ее разделить? А тот, с кем я хотел разделить, сбежал на клубу чертяка. Ну, ладно. Пока остановимся. Продолжим уже, когда буду подъезжать к Сан-Диего. Может быть, там поснимаю с другой стороны границы. Это Василий часто снимал границу со стороны Тихуаны. Надо будет аналогично сделать и со стороны Сан-Диего. Посмотрим. Так, всем здрасте. С вами Воскресный Волк. Зубами щелк. Носом хмык. А носом хмык, потому что я немножко тут стрессанул в Канаде. Странная ситуация получилась. Был в Канаде. Там наслаждался снегом. И что-то там не пошло, все пошло куда-то в разрез. Самим собой приезжаю домой. Понимаю, что мне дома сидеть в четырех стенах совершенно неохота. Тем более, это день благодарения и прочее, прочее. Я понимаю, что на целых четыре дня я выпадаю из тракуляции. Поэтому вот просто прыгаю в свою таратайку. Вот в эту мою таратайку. И начинаю чесать на юг. Ну, а юг у меня... Обычно всегда, когда езжу, я приезжаю... Ух ты, у меня еще кофе остался. Ой, после вчерашнего надо выпить немного. Ой, блин. Я еще и окошко оставил сверху открыто. О! Свежий ночной кофе. В смысле, позавчерашний. Меня приводит в чувство. Ну, а поскольку для меня путешествие всегда это, как правило, Лос-Анджелес-Сан-Диего, я подумал, а почему бы мне не поехать в Тихуану? Ну, как говорится, сказано-сделано. И вот я оказался в Тихуане. Сейчас вот... О, добрый день. Так, секундочку, сейчас. Через гугл посмотрела. Снимаем? Так, ну все. Воскресный волк, опять-таки, так сказать, на своем месте. Сижу, жужжу и балдею. Ну что, первое впечатление у меня. День начался с того, что я решил, что нужно мне местную связь какую-то. Потому что, как сказал один типус, ну что я стою без связи? Заходим в магазин. Внешне напоминает наши местные бензилки. Очень похоже. Прям внутри стеллажи такие же, набор продуктов похож. Но у них там сразу же какой-то странный прилавок был с кухней. Там сразу же что-то готовили, что-то жарили. Но запахов не было. Поэтому я решил не соблазняться. Тем более, что я там был по делу, как говорится, по нужде. Ой, елки. Куда я еду? Зачем еду? А вообще мне здесь нравится. Так, 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 так. Вот здесь повернем налево. Ну что, я попробовал мясную симку. Но тут меня ждало дикое разочарование. Оказывается, мой телефон залучен на этот T-Mobile Network. Ну, что они так громко жужжат, так честно? И с местной связи пролетела птичка об Ламинго. Туда-сюда, туда-сюда попробовали решить. Заехали в торговый центр. Думаю, уже вот эта компания вот эта. Тел-сел-тел-тел-сел. Какая-то вот эта фигня. Оно, в общем, там в офисе сказали, что охрен вам. Не дадим. То есть я оказался без связи. И дальше мы пошли поесть. Я лишний раз убедился, что да, еда здесь есть. Но не всегда то, что я могу есть. У меня диетические предпочтения из тех, которые... Ну, for those of you who speak English, let's say, I'm the first gay man who chokes on a whole meat. Тут сложно это рассказать. Тут это игра слов. Ну, те, кто спикающие люди поймут. Шпрехающие не поймут уже. Те, кто парливукает, тоже не поймут. Я даже не всегда понимаю, что я говорю. И потом следующая задача у меня была, но оказался в другой стране, что нужно сделать. Нужно поменять нашу хорошую американскую валюту, штатовскую, на местные тугрики. И тут я понимаю, что я понятия не имею, куда идти и что делать. Тут я вижу, что куча мест. Но по закону пакости, в том месте, где мы оказались, там нигде не было офиса, никакого... Ну, какого хрена он подрезает меня? Таксисты, они в любой стране. О чем это я? А, ну да, пошел менять. Кое-как нашел офис, несколько раз переспрашивал. А потом я вдруг сообразил, что мексиканцы не говорят по-английски. Более того, я не говорю по-мексикански. Я почувствовал себя иностранцем. Черт побери. Не, я, конечно, мечтал всегда оказаться иностранцем. В идеале вообще, собственно, стране, приехать в Россию, такой я иностранец, заграничный мальчик, Лев Троцкий, приехал в гости. Не получилось. И главное, иду, иду, целое кругосветное путешествие совершил вокруг торгового центра. И вдруг слышу русскую речь за мной. Оборачиваюсь, два парня, девушка, пообщались немного и разговаривались. Они откуда-то из Сочи приехали. Ой, один парень был потрясающе красивый. Я на него смотрю, я понимаю, что, блин, если бы не мой Серега, влюбился бы в него бы сразу же. Я сказал бы ему прямо. Молодой человек, я понимаю, вы верите в любой в себе разгляда между двумя мужиками? Я только пусть попробовал бы сказать нет. Но меня остановило одно чувство, так сказать, приверженности к моему благоверному. И все. И все мечты о том, чтобы обустроить личную жизнь, накрылись митным тазом. Ух ты, а куда мы попадем? Какое красивое место. А можно поснимать вот это вот? А что это? Это какая-то местная церковь. Я помню, Вася ходил же здесь, да, он же снимал все это. Вау. Интересно. И сейчас, в общем, мы едем на пляж. Уже очень хочется поснимать, походить там. Потому что я был с другой стороны от границы. Так, мы стоим или ждем? Нет, мы едем. Я никогда не разберусь с местными правилами движения. Это кому это он пипит? И вот я вот на вот этой горе сегодня, нет, не сегодня, вчера вечером ехал и заблудился. Так вот она как днем выглядит. Что-то в этом городе есть интересного. Так. Я думаю, что это работает. Нет, все-таки вот в штатах дороге проще ехать. А хотя нет, и здесь тоже. Здесь вот разметка есть. Но она какая-то странная. Здесь желтая полоса, машины едут как с одной, так и с другой стороны. Не поймешь, в какую сторону. Россия 90-х годов вспоминается. Когда тоже же ходили вдоль машин, предлагали, продавали что-то. А вот в штатах такого нет. Интересно, так вот едешь и сравниваешь. Но в какую пробку я вчера тут застрял? Это же был ужас. Главное, спускаясь вот с этой границы, судя по навигатору, я как раз здесь и проезжал. Спускаюсь с горы и вот здесь где-то застреваю. Я до гостиницы ехал. Ой. А. Я что, опять в этот город что ли еду? Вот что у меня дома не сиделось, а? Вчера здесь был. Ну здесь-то был, да, но я ехал сверху вниз, а сейчас снизу вверх. Так, продолжаем снимать. Так, сейчас я сделаю полширший угол обзора. Так, это моя фишка. Называется, жутко сильно жать на тормоза. Это я не на ту пупку нажал, и оно что-то грязно вырвало. Какие ножки бегут, пока я попробую их приблизить. Где ножки? Ох, какие ножки. Ну, вы можете здесь направо. Я не могу направо повернуть, я не на той полосе. К тому же, вон там ножки красиво бегут. Нам туда надо. Ну, сейчас будем. Сейчас приедем. Сейчас выстроюсь и приедем. Пляж-то большой. Так. Ух ты, Walmart есть. Надо будет запомнить. Вот сейчас как раз мы к самому пляжу. Оля-ля. Нет, ну вы видели, какие у него красивые обтягивающие штанишки? Так. Нет, нет, действительно. Вот у меня уже четвертый раз появляется мысль в голове о том, чтобы наплевать на все и искать себе жениха здесь. Может быть, даже и найду когда-нибудь. Я понимаю, Серега, конечно, умрет от ревности. Он и заслужил. Нефиг сбегать от меня. Запомните, мужика надо держать так, чтобы он никуда не вздумал сбежать. Его надо для этого хорошо кормить. Одевать, обувать, чтобы он был всегда всем доволен. И чтобы ему даже в голову не пришло куда-то смотреть не в ту сторону. А то вот так вот. А может быть, он из-за этого просто с жиру бесится. Так что, мужики они такие. А ну-ка посмотрим, есть тут что-нибудь достойное моего взгляда? Впереди забор. Я не про забор, я про мужиков. Ну, естественно. А для чего же еще? У меня изначально вся мысль была для того, чтобы приехать сюда, полюбоваться на красоту мужских тел. А я найду тут парковку, а? А то что-то начинает терзать смутные сомнения. Интересно, а сколько они с нас возьмут? А почему она у меня сотню взяла? От дачи не дала. Так, поместимся. Здесь не для больного? Ну, не знаю. Тут рисунок, что такое? Не знаю, но я повешу. Так, приехали. Так, нашли парковку. У нас взяли что-то 100 вот этих местных тугриков. Вместо 50. Чуть-то я не совсем понял. Вот они, что ли, мне захотели. А вообще, я знаю, выяснил одну важную вещь. Надо сделать поправку по поводу того, как удержать мужиков. Их нужно не только кормить и любить, их к ним надо относиться с большим уважением. А, это и есть тот забор, что ли? Я был по другую сторону забора, но не по этому. У меня 3 или 4 назад были уже. Классно. Как впечатление? Поглазили на Америку. Легче бы на мужиков поглазить, а? Что там это Америка? Там я живу. Давка была. Слышали? Не. 153 человек умер. Ой, ёлки, в честь чего? Это, чтобы их не концерт смотреть. Вот этих жоноподобных фигурен? Да. Они все похожи на девочек. Специально у них такой стайл. Неправильный стайл. Все люди болеют от этого. Не, вот что-то в мексиканском искусстве есть и интересно. Красочное такое, яркое, солнечное. Мне вот это, вот, прям в глаза бросается. Ой, какие бочоночки красивые, это в честь чего. Вау. Вот такие огромные. О! Надо будет на обратном пути обязательно взять какой-нибудь местный сувенир. Да, да. Вот это все работает. Вот купить что ли? Ну, я бы туда, это, инцентру... А, это... Ну, с такой выпьешь, еще и под каблучником станешь. Это мне Серега так заразил этими мыслями насчет сувениров. Куда бы ни ездили, он всегда набирает сувениров много-много-много-много. Набирает, а потом их теряет. Хотя бы магнит. Не, ну я магнит, пожалуй, на холодильник магниты возьму. Он же когда только приехал ко мне... Это она же. Это она заплетала. А у меня на холодильнике магниты. Там что-то Лас-Вегас, Нью-Йорк, Сеаттл и тут же Омск. Он еще так смеялся, подборка. Лас-Вегас, Нью-Йорк и Омск. Вот надо будет разбавить еще эту коллекцию и Тихуаной. Я не знаю, я раньше как-то абсолютно безразлично к этому относился, к магнитикам. Это вот Нина приезжала, привезла мне в подарок магниты на холодильник с Омском. А тут что-то, не знаю, подумал, почему бы и нет Серегины школы, называется. Так, ага, это вот те самые знаменитые дельфинчики. Ух ты, а на них голуби срут. Ох уж эти птички. Щель прикрыли. А тут щель была? Вот щель была. Где? Где-где-где-где? Вот закрыли. А, верхняя... Сетка, сетка закрыли. То есть, вы хотите сказать, что вот тут люди могли перелезть сквозь вот это вот туда? Да. Но как? Есть же такие люди, спортсмены. Вот эту сетку поменяли, вот эту сетку поменяли, оказывается. Вот это все было примерно как вот такое, сгнившее. Здесь даже щели были квадратные. Вот это все, оказывается, заново прикрыли. Интересно. За 2-3 дня. Ни хрена себе. Вон там все закрыто было с этими, как это называется, дрожит. Как интересно. Я, я, я... Соботой ходить. Ну да. Но мы же с Ароном и Серегой были вот как раз на той стороне. Вот там. Блин, как интересно. Когда приехали, все думали, что Вася придет сюда помашем друг другу рукой. А это было так, во второй половине июля. По-моему, так, 22-23 июля где-то. Когда мы внизу были, вон крестики, видишь, так много людей умивли, оказывается. Ихния имена написаны. А где крестики? Вот на заборах, прям белые, красные. Видишь? А-а-а. Интересная традиция. Там прям очень много таких. Пойдемте спустимся, посмотрим. Да. Вариши же недавно в Универе. Ну да. Да, Вариши, кстати, очень переживал на этот счет. Прямо. А я еще, мы в тот день остановились в гостинице, нужно было на работу ехать. и что-то... А, точно, а я что-то уснул, и в какой-то момент помню, что Серега закрылся в туалете, и что-то так, гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. И только потом уже мне он рассказал, что это, оказывается, Вася ему звонил, что там, ну, человек стрессанул. Ну, обидно, что только-только общался с кем-то, и вдруг трабах, и уже труд. Пойдемте вниз. Так, пить я не хочу, и что-то... А может быть, вы хотите кто-то... Пить хочешь? Виноколадо? Ага. Я не знаю, что это, но звучит как-то странно. Ну, это такое... Хакосовое, Каспейнел. Каспейнел. С пекером Хакосового. А, ну, не сейчас. Я лучше маргаритку не хочу. Маргаритку, а не пить. Ахахаха. Вот он, этот знаменитейший пляж. Черт побери, сколько раз я его видел во всех видео, и первый раз за всю жизнь спускаюсь вот с этой стороны. Потому что в апреле, когда я был, это волонтерил в украинском этом лагере беженцев, я же сюда так и не доехал. Думал пойти, пойти, но черт знает, не знаю. и потом быстро понял, что там и без меня помощником хватает. Несколько дней провел и поехал домой. То есть это вот здесь значит все было. Ну интересно, интересно. Да, с этой стороны оно выглядит наиболее, более красочно, чем с той. С той стороны там вот этот забор, он такой, как это, раз, да, заржавелый, такой, буро-противный. А здесь прямо жить хочется. Ух ты, а что это там они делают? А ну-ка посмотрим. Так. Неужели тоже переходить собираются? Интересно. Что-то море воняет чем-то неправильным. А ну не морем парить. А он что, к забору отошел поссать что ли? Нет, я понимаю, что на Америку надо насрать иногда, но не в прямом же смысле. Как это необычно, надо же. Вау. Вау. Как по близкой стороны. Я помню, мы ходили по этому пляжу. Так интересно оказаться с этой стороны. Вот он этот пляж. Не, вот от Сан-Диего мало чем отличается. Вот тот же Мишен-Бич. Так. Вот, наверное, в понедельник, когда поеду, загляну на Мишен-Бич, хотя нет, у меня же на моем канале есть вот видео, там где я ходил по пляжу и про мужиков там что-то бурчал. С другой стороны, я про мужиков всегда бурчу. Говорится, кто о чем, а я о мужиках. Так. Ну интересно, интересно. Ну что, впечатление самое такое первое. Тут ветер, тут воняет какашками, но вот этот раскрашенный забор мне нравится. А вот интересно, если я сейчас со своим американским паспортом просто пойду вот так вот в обход и притворюсь, что я вот от этого гуляю. Какая фигура красивая. Мужик один и не со мною. Да. А нет, плоскожопик. Плоскожопик пролезло пролезло бы просто все так храброе. А я сейчас как раз думал, может, мне со своим паспортом просто обойти вот так вот по воде и выйти на ту сторону. И показать как раз мы свои и свои. Аня, в шоке были. Не знаю. Что с тобой сказали бы? Потому что не хочу в очереди ждать по дороге домой. Интересно. А я... Вот так. Вот так. Так, тогда я сделаю вот оттуда. А вот он я. Заглядываем, смотрим и думаем. Так интересно. еще раз. Ну да, там вот как раз вот эти площадки. А нет, тут тоже. Здесь же маска на кокосы. Где-то уходил, я помню, что мы все-то спустились А, ну да, вон же этот маленький, видишь, как мне? Да, вот мы там прогулялись. А вот там наши ходят. Вау, интересно. Так, ну, хорошего по-моему, и тут. Я тоже так хочу ходить и за руки держаться. Я тоже знаю с кем. Ой, они уже не держатся за... Вот стоило только придумать эту мысль, и эти тут же расходятся. Вот. Это надо мной как проклятие висит. Но и стоит посмотреть даже в сторону кого-то, и они уже расходятся. То есть, слушай, не только я разводом занимаюсь, не только от меня мужики избегают. Мужики избегают даже от тех, на кого я смотрю. Это неправильно. Слушай, ну тут ветер. А, ну давай. Так, ну что. Оказавшись в этом месте, я решил заселить искать свое почтение. Кстати, тут у меня футболка, специально Типлана. Это вот подарок от моего, так сказать, уника. Так же есть над чем будем любоваться и гордиться. Я, так сказать, я большой турист, гуляю по Типуане. Со мной находится как раз вот эта вот большая стена. И как видите... О, стоит отглянуться, вот они уже за руки держатся вдвоем. Только что расходились, уже перестали. Не везет меня. Я тоже так хочу за руки держаться. А то я уж саму не буду. Ну, хорошо. У тебя невеста вот твоя. Это, знаешь, в высшей степени неприлично. Ухаживать за одной дамой. Бежать в руку. Ну, со мной можно. Неприличности у меня самого хватает. Поскольку я... А нет, как оказалось, я в общем-то очень ревнивый человек. Я даже не знал, что я умею ревновать. Я всегда считал, что мужчина имеет право пойти налево прогуляться. Ну, это как ревновать кого-то в чужому унитазу. Обычная физиология. Но тут, когда дело касается меня, у меня внутри так все перевернулось. Я так вас ревновал. Бля, ну ты, русская речь. Всем здрасте. Записываешь что-то воскресного волка. Мне никто даже почтение не высказывает. А я думал, я знаменитость. Как-то тоже хожу в свет. Захожу в холм Дипа. С Серегой идем. Слышим сзади какая-то фраза на воскресенье. О, это же тот самый воскресный. Или бог тоже как-то назвать. Я так оглядываюсь и говорю, да, это я. Вот что значит популярность. Все для меня узнают, а здесь не хотят. Причем я сегодня специально, Васи рассказывал на стриме, упомянул, что да, я здесь несколько дней, что если кому-то что-то надо, пожалуйста, обращайтесь. Вот он, я. Ага, как же. Почему так бывает? Когда на выдании себя чувствуешь, хоть бы кто подошел. Но стоит оказаться занятым, неважно в каком смысле, вплоть до сидения на унитазе, тут же обязательно понадобились миллиону человек. Это всегда так. Вообще, конечно, место хорошее здесь. Честно, хочется вот так вот разделиться, прыгнуть в воду и поплавать. По опыту предыдущих трасс, лучше отойти чуть-чуть дальше туда, чтобы не заподозрили во мне перебещика границы. Интересно, звук нормально передается здесь? Тоже шум, ветер. Я не знаю. Ветер, наверное, по-любому будет заглушать. Наверное. Ладно, пока выключим. Халва. А, серьезно, она съедобная? Не знаю. Ну это, не поминайте их. Нет, халва классная. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Парочка явно влюблена в груду. Ух ты, неужели кто-то будет сейчас перелазить через забор? А я-то думал. И вон там же Сибипишник стоит. Узорка высматривает. Узорка высматривает. Не, я теперь понимаю, почему Василий часто сюда приходит. Тут иногда такие вещи можно увидеть. Невероятно. Они не перелезли, что ли, через забор? Ну, не перезрелись, значит, не перелезли. Нам пролетело немного выпить, чуть-чуть, и каким-то образом, сделав несколько глотков, понимаешь, что жизнь прекрасна, жить хорошо, погода замечательная, ой, люди красивые. А сколько мужиков здесь ходят, такие, ну, вот так вот идешь и балдеешь. Может быть, впечатлительные, но мне здесь нравится. А что я женскую попку снимаю? Какое безобразие. Не, вообще, что вот меня вот приятно удивило здесь, это то, что местное население доброжелательное, у всех хорошее настроение. Так вот идешь по улице и балдеешь. Мне здесь очень понравилось, я говорю, почему я не приезжал сюда раньше? Главное, три-четыре раза в год. Я приезжал всегда вот в Сан-Диего, в Лос-Анджелес. Чего я не переходил к границу? Это вот как вот с Канадой получилось тоже. Сколько, вот живу я на границе с Канадой, там два часа на машине. Что? Может, не хочешь. Думаешь, только что ели? Да. Ты мою фигуру видишь? Ты думаешь, вот это надо кормить? И уже... Пока не надо. И еще приятно мне нравится, это как вот люди занимаются здесь бизнесом. Прямо напоминает мою молодость из девяностых. Ведь я же тоже на базаре торговал все девяностые годы. Вообще вот эта вот романтика, начиная когда с розницы стояли, там продавали все, от книг до сигарет и детских колясок до люстры продавали. И потом кончилось с тем, что мы, конечно, перешли на продажу пакетов и все такое. И вот вот сейчас отхожу здесь вот по Тихуане и ностальгирую. Прямо вот молодость, ух ты, это называется посетитель не дождался заказа. Да. Это интересная реклама, сразу показывает, что... Ну, ребята, ну я же только что же поел. Парадокс, хамбургеры, фили-честейки. Не, 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 не. Спасибо. Возвращаясь. Вот почему я раньше не приезжал сюда, а? Кто-нибудь, объясните мне этот парадокс. А с другой стороны, я тоже самое говорил в Канаде. Ну, серьезно, я вот снимал видео, там снег, там лес, такие разлапистые деревья, хвойные, все в снегу. И как вот Серега говорил, что даже ветки как-то неестественно опускаются вниз под тяжестью снега. И вот оно там стоит, это такое вот зимнее лето, это такая романтика, это там надо ходить, наслаждаться. Причем воздух тоже чистейший. Вот здесь тоже, кстати, очень красивый вид, замечательно все. Но по-другому. Это, конечно, ну, я не говорю, что Мексика и Канада это одно и то же. Но это тоже, это интересно, это экзотично, это вообще, это прелесть. Да, ну и ну, кто такое? Нет, вот все-таки у меня профессиональная деформация. Вот кто кабель СО ставит вот так вот сквозь дырку без клампов. Электрика здесь, конечно, находится в состоянии близком к противозачаточному. Телефон-автомат. Вот это да. Телефон-автомат, серьезно? Я сто лет их не видел. Подожди. Слушай, серьезно, телефон-автомат, настоящий. И он работает. Работает. Вау. Слушай, дай мне, можно записать гудок на микрофон? Это же какая романтика, это же тот самый гудок, который я помню всю жизнь. У нас телефон-автомат это уже перестали действовать, уже лет десять как отсутствует. Надо будет сюда почаще приезжать. Насколько же вот все-таки вот люди похожи? Вот так вот идет человек по улице и думаю, мексиканец или русский? Ммм, действительно похожи. Вот американцев отличить легко. А я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. На следующей неделе, надеюсь, у вас местный лук расскажет нам про авторазборку и попытается найти там какой-нибудь мустанг, как вы и заказывали. Правда, я еще не знаю, что он там нашел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Там много классных ссылочек, в том числе на канал Дениса. Он публикует там больше всякого разного интересного. Всем пока!